Жизнь ворам. Я Варакула Грузинский, приветствую всех достойных. Хочу внести ясность и поставить точку касательно моего статуса и касательно моего здоровья. Во-первых на учете в наркопсих диспансере я не состою, и никогда там не был. Интриганты и бледины атакуют YouTube ставя под сомнение мой статус. Хочу чтобы каждый достойный поступал с этими мразями соответственно. Я был очень близким с Ровшаном, мы были постоянно на связи, каждого могу доказать об этом знали мои братья Хаджа, Руффа, Заур, Джемом, и Семя Ровшина, даже мы были вместе в Турцию 2016 году. У Ровшина от меня не было тайн. Последний раз с Ровшаном общался через скайп 2016 году 15 августа, Ровшин мне за год до гибели говорил, что видит во мне продолжение себя и во мне будущее Воровского. Буквально перед смертью он позвонил мне по скайпу. Сказал, ну что готов быть вором я сказал, что вором родился. Но Ровшин попросил меня не говорить об этом пока ником. Договорились, что при встрече он меня перед всеми объявит официально вором. На этом разговоре присутствовали Агас Ереванский и Жора Краснодарский, но я уточнил, что я вор уже и могу считать себя старшим братом для своих друзей в Ереване. Он сказал да. Но пусть это будет неожиданный сюрприз для наших врагов. Потому, что они могли меня просто ликвидировать видя во мне угрозу поскольку я имею и имел уже под собой самую оснащенную и преданную идею группировку на всем Кавказе. Но так было угодно Богу, что Ровшин больше не вышел на связь по известной причине. Но эго слова думаю никто не поставит под сомнение. Думаю я пояснил ситуацию по всем моментам поставить точку и заткнуть рот мразим интригант все не есть бледеный. Мои люди занимаются сейчас установлением места нахождения каждого такого бледеный. Что касается Хаджи. Я считаю его братом и родным и он всегда будет под моей защитой как и Заур. Моя группировка в состоянии защитить моих братьев. Поэтому кто поставит под сомнение воровской статус Хаджи и Заура я буду расценивать как неуважение лично ко мне и у Ровшану, так как Ровшан вил во мне свое продолжение и будущее. Что касается того что Тимур меня назвал бледеный чертом. Скоро вы все узнаете сами где Тимур и что с ним произошло. Овик это бомж и алкоголик который побирается на улицах Москвы и в секундхиндах. Касательно Хамзат он есть никто и звать его никак. С Ровшаном он виделся только один раз. Никакого отношения к воровскому этот интригант не имеет и не будет иметь. Слово вора. Что касается меня, мой статус будут подтвердить мои братья, Зауруфа Хаджи Джема и остальные. Я никогда не отправил прогон через ютуб и через интернет. Это все сделают интригантии которые хотят играть с моим авторитетом. На этом ограничусь. Хочу пожелать всем достойным мира и благополучия. Всего самого светлого дому нашему общему от самого господа бога. С уважением ворокула грузинский. Давайте, во-первых, начнем с того, что прямой эфир не был. И никогда не был бы. Если, да, вечером Диму своим, короче, прямом эфире не сказал, что он хочет меня лично видеть. И от моего имени слышит все это, короче, что происходит вокруг нас. С Тимуром вообще не буду разговаривать, потому что он не хочет со мной пообщаться. Там мои люди звонят, говорят, короче, акула хочет с тобой. Нет, написали номер, просили, и он старый номер, короче, отключил. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Если твой брат тебя не отправил, 3000 или 100 тысяч долларов, короче, ты называешь его чертом. И вспоминай, что Хамзе тебе говорил, короче, не буду выкладывать этот фото. Если это достаточно для тебя, чтобы человеку объявить там чертом перед всем миром, да? Это уже не хороший поступок, когда выходишь прямой эфир и говоришь, что Хамзе, черт. Это не достойный человеческий поступок. Ни по воровски, ни по мусорски. Никто не будет уважать этот вопрос. Ребят, салам. Не будут никто уважать такие поступки, как сделал Тимфе, да? Водишь, там мусора сидят, смотрят. Мусоров что хочешь, хочешь доводить, да? Что мусора знали все это? Мы знаем, что любишь мусоров, короче. От твоего видео я смотрел и все понял, короче, что ты любишь мусоров. Сдать людей мусоров, там барыгам или кто-то другой. Если он даже барыг, это не, короче, не имеет значения, да? Ты человеку сдаешь мусоров, говоришь его адрес, говоришь его имя, фамилия, где он живет, короче, все это. Говоришь по интернету, выкладываешь в интернет, все. Мусора смотрит, пойдет, задержит его, и все. Ты уже будешь бледеной? Будешь. Ты есть бледена? Я доказал сейчас тебе, что ты бледена? Твоя поступка, если его не задержали, если даже его не задержали, если ты просто отпустил его или застрелил, но ты перед к***ом говоришь, короче, что сдам тебя мусоров. Говоришь его адрес, если даже его не задержали, ты по-любому бледен. Это блядская поступка, это я сам тебе говорю, сам сейчас обосноваю. Хочешь встретиться, да, в любом городе, как с Кули, так и с Тимуром, или другого человека, кто хочет со мной связаться или встретиться в любом городе. Я же, в который люди приехали с нам, здесь Ереван, от имени Гули, чтобы защищать Гули, до последнего года, короче, избили, и сказали, что Гули передашь, чтобы второй раз он никого не отправил, и отсюда никто живым не везет. Говорит, короче, мы из имени Гули приехали обсудить тему, короче, за Тимура поступали, обосновали, что Тимур не имеет воровского отношения, короче. Они все говорили с самыми братами, с тобой согласен, короче. Но кому имел в виду, чтобы за Гули отомстишь? За Гули, за Равшина, прости. За Равшина к кому будешь отомстить? За Гули, протравшим никто, чтобы за него пролили кровь, короче. Из-за этого избили. Я же там людей, которые приехали, да, из Грузии, сказали, что я даже готов в любом стране, в любом городе, один приду, встречу с ним. Нет, только в Турции, но когда, не мы будем, сказать. Вы до сих почему избили этих людей, короче? Один из них где вообще? Вы понимаете, о чем я? Я в жизни не ошибаюсь, во-первых, Тимоти. Я в жизни никогда не ошибаюсь, если бы дух хватит, сделал бы, просто интернет не выкладывал, не сказал, а сейчас говорит, это все хамзат, выкладывал. Если даже это хамзат выкладывал, да, ты говорил, что отомстишь, да, до последнего держи свое слово, отомсти. Он говорит, я знаю, кто отомстил, да, это не Кули, но я знаю, но отомсти, что видим, что ты мужчина. По-любому, если ты кого-то будешь отомстить, я тебя не буду мужчиной считать, потому что ты сдаешь там людей, барыгов, там, квартирных кров, воров, блин, совсем не имеет значения, кто он, его как определили, да? Ты сдаешь человеком мусоров, это все о тебе говорит. Нет, брат, не слышно. Если бы воры вмешивался на политику, вы могли бы решать этот вопрос? Перед ним и мусора, что делать ворам? Продолжение следует... 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 Потому что если вы будете с Тимуром говорить, что Хамзат чёрт, если Хамзат окажет, что это не так, вы автоматически подписываетесь за Тимура, и от вас тоже будет спрос. Если вы думаете, что там в ютубе сидите, клавиатурой писаете комментарий, что Хамзат чёрт. Если вы знаете, что вас не найдут, вы, скорее всего, ошибаетесь, потому что если хотят, то найдут, короче, от земли достанут, чтобы им ответили. А вы стояли перед Хамзатом, что будете говорить, что Тимур вас сказал, а у вас собственного ума нет, короче, чтобы мыслить. Если есть, то знаете, короче, кому что говорите. Тимур сказал, что он дружит с акулами, а акула его рад, короче, нет, это всё интрига, короче, и такой человек не может быть мне другом. Душа брата, покайфовый. Там не может он мне быть с другом, короче, который не соблюбил, дружит с акулами, как он говорит, и по прямому эфиру может его там ворову оскорблять. Насчёт Хамзата я не знаю, что в последнее время с Хамзатом не могу связаться, короче, чтобы выяснить этот вопрос, слышать его мнение, короче, насчёт этого. Когда услышу Хамзата, короче, для себя выводы сделаю, и будет окончательный прогон, про который буду рассказывать, кто бледен, а кто хороший, достойный человек. Но Хамзата, про Хамзата много слышал, короче, именно от Равшана, нашему покойного брата. И не поверю, что Равшан ставку сделал на такому человеку, который стал чёртом, да, как там Тимура бывает. Тимура, тот человек, который поймает барыга, он должен был застрелить там его, или наказать по всей строгости, которую... Кули только-то говорим. Да, он купил себе 3-4 меди, короче, не сделал пиары, короче, стал номер один во всём мире. Для меня не имеет значения это Гули, это другое. Всех имена знаю. Четырёх могут точно предъявить убийство Равшана, короче, что... Приветствую всех, кому не виделся, сегодня, как вибратию. Хочу двухминутный... эфир сделать. И кто не видел, тот первый эфир донести, что происходило на это время. Вы все знаете, вы все видели мой там непонятка или конфликт, как вы будете это назвать, это ваше личное, с шейхом Хамзатом. Я там, этот непонятка пошёл до того уровня, чтобы я там по прямому эфиру сказал, что шейх не заслуживает уважения, да. Сейчас донесу всем, как это на самом деле был и чё там, мы решили с шейхом Хамзатом. Вот. Я разговаривал три дня назад, два дня назад, вечером с шейхом Хамзатом. Мы разговаривали, мы решили свои вопросы, точку поставили, мы поняли друг друга. На самом деле, я помогал шейху Хамзату ни за что, что там шейх Хамзат, там, мне брат был, друг был, нет. Я в это время шейху Хамзату даже не знал лично, да. Я знаю, что шейх Хамзат друг Равшана, но лично не знал шейху. Я зашёл в эфир, сказал, что я буду защищать шейха Хамзата, потому что, во-первых, он друг Равшана, и потому что я чисто по справедливости, да. Это время все были там против шейха Хамзата, там, Тимур Дикий говорил, что шейх Хамзат чёрт, до сих пор это говорит. Там, остальные. Я чисто по справедливости сказал, что шейх Хамзат не тот человек, и Равшан никогда не пустил в ядом человека, который был бы чёртом. Это ответ Тимур Дикий дал в это время. После этого, когда там сказал, что шейх Хамзат мне братом, и познакомились с шейхом Хамзатом, дружили, очень там хорошие отношения были. Да, у меня проблемы были, я бежал от мусоров, короче, в бегах был, каждый пять минут место изменил. В это время я человеку попросил, говорил, короче, звони шейху Хамзату, скажи, что там у нас тоже там нелёгкий момент, на что нам поддержка нужна. Этот человек в следующий день мне сообщил, что старший брат шейх Хамзат не готов помочь, говорит, что у него свои проблемы. Спустя два-три месяца, уже четыре месяца, да, как мы с шейхом Хамзатом вообще отношений нету у нас. Я сам и мои пацаны объяснили, что шейх Хамзат, он на самом деле этот человек, кому мы сказали, что звонил, не звонил. Шейх Хамзат не был в курсе, что мы в бегах и у нас проблемы. Шейх Хамзат не отказался помогать ни меня, ни моих пацанов, когда у нас была терророва ситуация. Это все сделали интриганты-крыси, которые сейчас тоже много в Ютубе, там, в комментариях и в наших окружениях. Да, люди были, которые там не желали нашей дружбы с Хамзатом. Но, слава Богу, мы с Шейхомзатом разговаривали, мы точку поставили, мы двигаемся дальше. Этот конфликт, о чем был там хорошо, да, что мы выяснили, кто на самом деле наши люди, какие люди в нашем окружении. Да, и шейх Хамзат это выяснил, и я выяснил. На этом и много продали Шейху Хамзату, и продали мне близкие, да. Это очень хорошо, что этот конфликт был, и мы узнали, кто на самом деле двигается рядом с нами. Мы, слава Богу, с Шейхом разговаривали, точку поставили. И Шейх Хамзат не предал меня, не только что он отказался, он не был даже в курсе, что там с Акулой тяжелая ситуация. Вот, хотел это донести, чтобы все длинноязычные люди, у которых длинные языки, тех интригантов и мразей, которые всю жизнь обижены от жизни, сидят в ютубе и комментарии пишут, там, Акула, Шейх Хамзат, там, этот, этот, этот. Чтобы знали, что мы с Шейхом Хамзатом свои вопросы решали. Я не сомневаюсь, что мы сидели на одном столе, мы эти вопросы обсудили, дальше там, о концовке обнимали друг друга по-правски. Но у нас не было такой возможности, дай Бог, скоро эта возможность тоже будет, да. Как мы раньше с Шейхом поговорили, что там, придем, посидим, и все об этом узнают, что Шейх Хамзат и Акула вместе. Дай Бог, это будет, да. У каждого свое время. Хотя это донести вам, что у вас тоже не было непонятка. Все знали, что Шейх Хамзат, на самом деле, не тот человек, которым нам казался, да, в это время. Мы думали, что Шейх Хамзат, да, на самом деле, оставил нас в трудные минуты, чтобы мы это никогда не делали бы. И лично я своим поступком доказал, что я человека, который был даже с моим братом рядом и дружил, если я лично не знаю, от тяжелой ситуации я буду помогать, буду руку ему дать, буду защитить. И я и мои пацаны готовы защитить моих братьев, моих друзей. И дай Бог, чтобы все узнали, кто есть, кто мы узнали, мы узнали, кто на самом деле мой человек доверенный. И Шейх многих узнал на это время. Шейх Хамзат никакой не враг, Шейх Хамзат никакой не черт, Шейх Хамзат никакой не плохой человек. Шейх Хамзат нормальный, достойный человек, который там просто хотели интриганде воду мутить, сказать, что Шейх Хамзат туда-сюда. Это не так. Слава Богу, что мы объяснили, мы узнали это. Они там 10 лет не прошло, чтобы там только что узнали, но уже поздно, 10 лет. Не поздно, слава Богу, у каждого свое время, каждый получит акт. А тот человек, тот интригант, которому не нравился, дружелю, с Хамзат имел, таким действием, хотел там меня и Шейхом Хамзатом сделать враг. Не получилось. Он получил по заслугам, на чего он там заслуживал. я с большим удовольствием хотел бы познакомить вас с этим человеком, но мы этим человеком уже, я вечером хотел сделать эфир, и сегодня тоже хотелось сделать, но как этот человек не был рядом, мы его не могли найти, но он бежит. я хотел показать вам рожи этого крыси, который там между собой индиго гуси. Но слава Богу, мы решали свои вопросы, не точку поставили, все нормально, все ровно. Все ровно. Приветствую всех, кому не видел сегодня. Как вы, братья? Хочу двухминутный эфир сделать, и кто не видел, то там первый эфир донести, что происходило на это время. Вы все знаете, вы все видели мой там непонятка или конфликт, как вы будете это назвать. Это ваше личное, шейхов Хамзата. Я там этот непонятка пошел до того уровня, чтобы я там по прямому эфире сказал, что шейх не заслуживает уважения. Сейчас донесу всем, как это на самом деле был и что там мы решили с шейхом Хамзатом. Вот. Я разговаривал три дня назад, два дня назад, вечером с шейхом Хамзатом. Мы разговаривали, мы решили свои вопросы, мы точку поставили, мы поняли друг друга. На самом деле я помогал шейху Хамзату ни за что, что там шейх Хамзат, там мне брат был, друг был. нет, я в это время шейху Хамзату даже не знал лично, да. Я знаю, что я Хамзат друг Равшана, но лично не знал шейху. Я зашел в эфир, сказал, что я буду защищать шейха Хамзата, потому что, во-первых, он друг Равшана, и потому, что я чисто по справедливости, да. Это время все были там против шейха Хамзата, там Тимур Дзеки говорил, что шейх Хамзат, что до сих пор это говорит, там, остальные, я чисто по справедливости сказал, что шейх Хамзат не тот человек, и Равшан никогда не пустил ядом человека, который был бы чертом. Это ответ ему дал в это время. После этого, когда там сказал, что шейх Хамзат мне братом, и познакомились с шейхом Хазатом, дружили, очень там хорошие отношения были. Да, у меня проблемы были, я бежал от мусоров, короче, в бегах был, каждый пять минут место изменил. В это время я человеку попросил, говорил, короче, звони шейху Хамзату, скажи, что там у нас тоже там нелегкий момент, нашли нам поддержка нужен. Этот человек в следующий день меня сообщил, что старший брат шейхамзат не готов помочь, говорить, что у него свои проблемы. Спустя два-три месяца, уже четыре месяца, да, как мы с шейхом Хамзатом, вообще отношений нету у нас. Я сам, и мои пацаны объяснили, что шейх Хамзат, он на самом деле этот человек, кому мы сказали, что звонил, не звонил. Шейх Хамзат не был в курсе, что мы в бегах, и у нас проблемы. Шейх Хамзат не отказался, помогать ни меня, ни моих пацанов, когда у нас была тяжелая ситуация. Это все сделали интриганты Криси, которые сейчас тоже много в Ютубе, там, в комментариях и в наших окружениях. Да, люди были, которые там не желали нашей дружбы с Хамзатом. Но, слава Богу, мы с Хамзатом разговаривали, мы точку поставили, мы двигаемся дальше. Этот конфликт, о чем был там хорошо, да, что мы выяснили, кто на самом деле наши люди, какие люди в нашем окружении. Да, и Шейх Хамзат это выяснил, и я выяснил. На этом и много продали Шейха Хамзату, и продали мне близкие, да. Это очень хорошо, что это конфликт был, и мы узнали, кто на самом деле двигается рядом с нами. Мы, слава Богу, с Шейхом разговаривали, точку поставили, и Шейх Хамзат не предал меня, не только, что он отказался, он не был даже в курсе, что там тяжелая ситуация. Вот, хотел это донести, чтобы все длинноязычные люди, у которых длинные языки, тех интригантов и мразей, которые всю жизнь обижены от жизни, сидят в ютубе и комментарии пишут, там, акула, Шейх Хамзат, там, этот, 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 чтобы знали, что мы Шейхом Хамзатом свои вопросы решали. Я не сомневаюсь, что сидели на одном столе, этот вопрос обсудили, дальше там, оконцовки обнимали друг друга по-брасски, но не было такой возможности, дай Бог, скоро эта возможность тоже будет, да, как мы раньше с Шейхом поговорили, что там придем, посидим, и все об этом узнают, что Шейх Хамзат и окула смесь, вместе, дай Бог, это будет, да, у каждого свое время, хотя это донести вам, что у вас тоже не было непонятка, все знали, что Шейх Хамзат на самом деле не тот человек, которым нам казался, да, казался, да, в это время, мы думали, что Шейх Хамзат на самом деле оставил нас в трудные минуты, чтобы мы это никогда не делали бы, и лично я своим поступком доказал, что я человека, который был даже с моим братом рядом и дружил, если я лично не знаю от тяжелой ситуации, я буду помогать, буду руку ему дать, буду защищать, и я и мои пацаны готовить защищать моих братьев, моих друзей, и дай бог, чтобы все узнали, кто есть, кто мы узнали, мы узнали, кто на самом деле мой человек доверенный, и Шейх многих узнал на это время. Шейх Хамзат никакой не враг, Шейх Хамзат никакой не черт, Шейх Хамзат никакой не плохой человек, Шейх Хамзат нормальный, достойный человек, который там просто хотели интриганде воду мутить, сказать, что Шейх Хамзат туда-сюда, это не так, слава богу, что мы выяснили, мы узнали, они там 10 лет не прошло, чтобы там только что узнали, уже поздно, 10 лет, не поздно, слава богу, у каждого свое время, каждый получит, а тот человек, тот интригант, которому не нравился друг, с Хамзат таким действием хотел, меня и Шейхом Хамзатом сделать враг, не получилось, он получил по заслугам, на чему он там заслуживал, я с большим удовольствием хотел бы познакомить вас с этим человеком, но мы этим человеком уже, я вечером хотел сделать эфир, и сегодня тоже хотелось сделать, но как этот человек не был рядом, мы его не могли найти, но он бежит, я хотел показать вам рожи этого крыси, который там между собой, индейку густил, но слава богу, мы решали свои вопросы, не точку поставили, все нормально, все ровно, все ровно, я хотел сказать, đемейку грамотинга , только демейку с поддержку демейку Продолжение следует...